МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Потому что пожилых людей уйдется много, есть у меня маленьких много. Под небом сябровством Борисовское объединение «Шматгалуся» стало одним из лепших на областной фестивале национальных культур. Палитра и однание, материал Виктории Свирской. Калядные узоры Минский областный центр народной творчести запрашивают на выставу докороты у на прокладного мастерства по экспозиции сотни творов белорусских майстров. Все эти творы – это не какая-то мужейная архаика, это творы сучастных майстров. Время милосердности медалем за працонные заслуги указан президент Республики Беларусь узнагороджена загадшица Кухтицкого ФАПа Узинского района Галина Лучанок. Больше за 40 годов Галина Валентиновна працует в самой высокородной сфере – медицине. Сельский ураль сочет за здоровьем больше, как 400 человек. За стольких годов прац и фельдшер ведает, как наскожная. А лишь самая высокая у знагорода для врача – здоровые пациенты и людская повага. С 8 утра амбулаторный прием в основном до 13, до часа. После уже обеда в 13.30 визиты на дому. Ну, обычно каждый день есть визиты, потому что пожилых людей уйдется много, деток у меня маленьких много, беременные тоже есть. Мамки уже у меня рожают по-четвертому. В этом году четвертый ребеночек родился, в прошлом году четвертый родился, и у меня беременный в этом году четвертый тоже будет ребеночек. Ну, мамки многодетные. Хорошие сели, хорошие мамки, хорошие детки. И по профессии, и по призвании. Наставница початковых классов Светлоборской средней школы названа лепшим молодым специалистом у сферы адукации Пуховицкого района. Увязковой школе Наталья Войтяховская працует другий год. Пришла сюда после заканчения педагогичного университета. У ее класса у сего 4 учени. По умовах к конкурсу Наталья Геннадьевна проводила открытые уроки, трехтовала хатные задания, демонстровала свое ораторское майстерство. Наставница невеличкой досковой школы обошла педагогу с гимназии городских установок эдукации. Уроки очень интересные, детям нравится. Они всегда работают хорошо. Отдачу я очень чувствую от детей, потому что готовятся к урокам всегда. Всегда никогда стараются меня поддерживать. Очень меня любят то же самое. Всегда говорят, как любят учительницу. Подделки различные делаем. И дальше буду в таком же духе продолжать. Хочу в этой же школе остаться. Мы когда в первом классе были, она нас учила читать и писать, чтобы я хорошо себя вел. Понимал, как домашние задания делать, чтобы я понимал, когда я вырасту, знал все. Час святочного упрыгоживания. На Миншине начали працавать елочные базары. Больше 200 гандлёвых кропок пропануют же хорам столичного региона набыть святочные прыгожонни. А кроме традиционных елок и хвой, композиции из галинок, шишек и каляровых стужек. Всё лето лесництвы плануют реализовать не меньше 50 тысяч новогодних древов. Кошт залежить от вышины. Так, за древо от 1 метра треба будет отдать 45 тысяч рублей. Трёхметровая елка по хвоя обыдится у 70 тысяч. Под небом сяброства. Борисовское объединение «Шматгалосся» стало одним из лепших на областном фестивале национальных культур. Семь дипломов форума на его рахунку. Запальные творчины мары и вытонченные стравы для соправдных гурманов покарили журы фестивалю. «Шматгалосся» было створено в 2002 году. Исё не объеднулось представников 14 национальностей. Палитра и однание. Материал Виктории Сирской. Азиз Мамедов признается у любови Беларуси беларусам на узбекской мове. Синявокую называя «прыгажуней». И она стала для его другим домом. Для самых тёплых почуття умованный барьер неиснуе. Весёлая песня – это узбекская песня. Ну, иди ко мне поскорей, дорогая моя, красавица моя. Без тебя я жить не могу. Я умею петь и беларусские, и русские, и турецкие, и туркмельские, и украинские песни. Представляли мы всё место. У нас одна семья, аж мы отголосы. Как сказать, как одна дружная семья. Не только одна дружная семья, как одна брата, кровная брата, сёстры мои. И я вообще люблю Беларуси очень. Представники разных национальностей уже однались в творчом коллективе Шманихалосе. Живучи в Беларуси, свой родный край, а у каждого и он свой, не забывают и прославляют традиции. Бываю каждое лето, бывает и осенью, бывает и зимой. В Украине очень много у меня родственников осталось. Также это и Львов, и Ужгород, и Южная Украина, Херсонская область, Черниговщина, Киев, вся Украина. Украина, я дышу, я живу этой страной. А в Беларуси прославляю свою национальность. Не так давно удельники Шманихалосе вернулись из областного фестиваля национальных культур, что проходит у молодечни. Всем дипломов у розных номинациях и множество становочих эмоций и приемных сустреч. У нас в коллективе 14 национальностей. На фестивале ездим, уже 12 лет мы ездим на фестивале. И сколько знакомых по всей республике. Мы встречаемся там, как родные тоже. С несвежеармянкой. Вот встретились мы за этот раз, были на фестивале молодечно. Обнялись, поцеловались. Выезды на встречу, на такие фестивали, каким является областной фестиваль, республиканский. Это очень большое событие в смысле нашего творческого роста. Потому что каждый раз выезжаем и готовим какие-то новые вещи, новые постановки. Каждый из солистов старается усложнить свой номер, совершенствовать. Появляются новые задумки, опять же, встречи с людьми. Сегодня шмидгалоси рыхтуя новая творчая номера и вера годна. Борисовский коллектив у наступном годе представить Минщину на республиканском фестивале. Виктория Свирская, Максим Сацукевич, Минщина. Виртуозы Пензля. Набученцы Смолявицкой школы Мастасты стали призерами международного конкурса «Дети молють кветки, море и свет». Он прошел в болгарском городе Поморье. Молодежный конкурс собрал некольки сотен удельников с десятка украин света. Юным творцам при допомозе Пензля и Алока необходимо было рассказать про свою родиму. Так, представители Смолявицкой школы взяли за основу богатая природная сукветка краю. И на протягу некольких месяцев малявали пейзажи. Работы, выполненные пастелью, акварелью, гуашу, не застались, а не зауваженными. Высоких узнагород удостоены некольки выхованцев. Межным гэта неодинная недавная перемога. Днями мастаки вернулись с дипломами и подарунками со штугадового областного конкурсу «Арт-сессия». Я не ожидала, что я могу победить, но попробовать все я решила. Я рисовала яркими красками цветы, колокольчики, ромашки, кюльпаны. Получила награду в конкурсах, никогда не участвовала. Решила попробовать, что же будет. Не ожидала, конечно, что выиграю. Рисовала борщевики декоративно. Получилось очень даже неплохо. Калядные узоры. Республиканская выставка декоративно-прикладного мастаства открылась у галереи Минского областного центра народной творчести. В экспозиции сотни творога у маэстро из всех кутков Беларуси. Как индивидуальной, так и коллективной работы. И они выполнены в разных видах и техниках. Вытинанка, солома-пластыка, маляванка, мастацкий роспис, ауторская лялька, мягкая цацка. Основная тематка декотвора – зима, раствор Христова, Новый год, коляды. Даречая сё летняя выставка проходит в 21-й раз. При этом с кожным годом у дельников становится всё больше. У Минской области сегодня наличивается свыше 4 тысяч маэстро. И они працуют в 40-ка на керунках до коротылно-прикладного мастаства. У дельнича уже не першивают. Я занимаюсь лялькой текстильной, выработкой поясов. Сейчас я працую над створением костюма. Скажем так, что это будут костюмы не традиционные в уголе, но они будут использованы с традиционными техниками, с оживанием. Той, кто завитает первую такую выставку, я думаю, что будет вельми ураженный и сделанный, что мы имеем такие скарбы нашей национальной культуры, как народная творчость, при этом у сучасных варианте. Уши эти творы, это не какая-то музейная архаика, это творы сучасных маэстро, которые, я думаю, эффективно знают место в сучасных культурных процессах, в сучасных интерьерах. Я уже не говорю про то, что это выдатный, национально-адметный белорусский сувенир. И на этом у меня не все. Доброго вам настроя и до сестра. Продолжение следует...